Всем привет! Вы на канале ВЗО, меня зовут Лера и пришло время для нашего новостного выпуска. Сегодня мы вам расскажем, как в России предлагают регулировать криптовалюты, какую новую схему придумали мошенники, почему европейцы подсели на русский алкоголь, что необычного сегодня рекламируют на Порнхаб и многое другое. Мы начинаем с хорошей новости. А хорошая новость заключается в том, что мы удваиваем приз конкурса комментариев под этим видео, потому что, к сожалению, к предыдущему ролику мы не нашли классных комментариев и награждать некого. Ну а если вы хотите сразиться в битве комментаторов, то смотрите обязательно выпуск до конца, потому что в конце мы расскажем все правила. Ну а теперь переходим к основным новостям. 0,2 биткоина в год и после экзамена. Как в России предлагают регулировать криптовалюты? BBC Министерство финансов России направило в правительство свой вариант законопроекта о регулировании криптовалют в стране. Что они предлагают? Оставить запрет на крипту в качестве средства платежа и рассматривать ее только как способ инвестиций. Также будет создан реестр операторов, которые могут заниматься оборотом цифровых валют, а иностранные криптобиржи обязаны зарегистрироваться в России. Перед покупкой криптовалюты гражданам придется проходить онлайн-тестирование, которое проверит их знания о специфике и рисках этих операций. Я работаю в криптовалюте. Где вы работаете? В криптовалюте. Кто успешно сдаст тест, сможет вкладывать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно. А это примерно 0,2 биткоина. В странах ЕС снимают антиковидные ограничения. Евроньюз. Австрия уже открыла границы и отменила карантин для непривитых туристов. Нидерланды, где были одни из самых жестких ограничений в декабре из-за омикрона, открывают кафе и рестораны. Великобритания отменяет маски в общественных местах. Ну а во Франции уже открылись ночные клубы. Постепенно будут сниматься ограничения перемещений по ЕС. Как для жителей, так и для туристов. Конца всех этих запретов во всем мире люди уже ждут больше, чем Пасху или даже празднование Нового года. Скорее бы уже все встало на свои места и можно было бы полететь куда угодно и когда угодно. Только вот в свете последних событий на Украине неизвестно, смогут ли российские граждане вообще получить визу хоть куда-нибудь. Курс евро поднялся выше 91 рубля. Реан Новости. Производители уменьшили размеры упаковок продуктов из-за роста цен. Известия. То есть, если раньше, например, какая-нибудь шоколадка Россия от компании Nestlé весила 85 граммов, теперь же ее будут поставлять в упаковке по 82 грамма. Макфа, например, будет продавать макарошки 400 граммов вместо 450, как было раньше. А Хеникин ввели в ассортимент пива в банке объемом 0,43 литра. Но цена за меньший объем остается как за полный ранее. Мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян. Газета Ру. Теперь мошенники стали переводить деньги на карты своих будущих жертв, чтобы внедриться к ним в доверие. Этот способ используют, когда хотят вовлечь в фейковые инвестиционные проекты. Мошенники на самом деле пополняют банковскую карту человека на 10-15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках. А затем человек на этой радостной волне везения переводит им уже большие суммы. А в худшем случае еще успевает рассказать своим знакомым и родственникам. Если вы не хотите попасть на ловки мошенников и хотите знать все о современных техниках обмана и о том, как правильно защитить себя и свои средства, то мы предлагаем вам принять участие в нашем бесплатном вебинаре о финансовом мошенничестве и способах защиты от него, который пройдет 28 февраля в 20.30 по Москве. Ссылка на трансляцию будет в описании. Новая соцсеть Трампа начинает работу. Deutsche Welle. В Apple Store появилось приложение True Social. Платформа, разработанная технологической компанией Trump Media and Technology Group по заказу Дональда Трампа. Эта социальная сеть рассчитана на обмен короткими сообщениями и по своему принципу напоминает Twitter, в котором Трампа и заблокировали. А еще, кстати, в Facebook. Трамп психанул и решил этот вопрос просто. Ладно, я построю свой парк с блокджетом и ш... Россиянам напомнили о новых правилах обращения с мусором с 1 марта. Московский комсомолец. С 1 марта будет запрещено выбрасывать мусорные контейнеры, бытовую технику, системные блоки компьютеров, а также жесткие диски и платы. Все эти устройства нужно будет сдавать на утилизацию. А за нарушение правил предусмотрены штрафы. Для физических лиц от 1 до 4 тысяч рублей, а для компании от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Пока непонятно, как будут ловить нарушителей и все отслеживать. У нас в стране с мусором уж очень сложная ситуация. Лишь маленький процент людей занимается сортировкой, и даже пластик не все в состоянии донести до спецконтейнеров. Но все начинается с малого. К слову, в вашем городе наверняка уже есть эко-компании, которые принимают пластик, бумагу, картон, металл, тетропак, стекло, бумажные стаканчики и даже кофейные капсулы. Все это можно сдать на переработку. В нашей компании мы так и делаем. Самое сложное это начать, а потом уже все входит в привычку. Кстати, напишите нам в комментариях, сортируете ли вы мусор. Покрепче и побольше. Европейцы подсели на российский алкоголь. SmartMoney.One В прошлом году Россия продала почти 3 миллиона декалитров крепкого алкоголя на 195 миллионов долларов. Это на 20% больше, чем в 2020 году. Больше всего было продано водке. И больше всего в Европу. Также пользовались спросом российские виски, коньяк и бренди. Скорее всего, это связано с тем, что британские и шведские бренды подорожали сильнее российских. Они полюбили нашу водку, наш мат. И потом они комбинируют их вместе, как фразу. И они просто кричат. А что дальше? В Госдуме предложили передать квартиры умерших от коронавируса россиян беженцам. Лента.ру. Эвакуировавшимся из Донбасса жителям можно предоставить квартиры россиян, которые умерли от коронавируса. Об этом заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Можно мы даже не будем это комментировать? Просто напишите в комментариях, что думаете по этому поводу вы. Общее собрание с жильцом нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Польский кофейный бренд запустил социальную компанию на Pornhub.com Польский производитель кофе Golden Bow Solutions запустил рекламную компанию на самом популярном в мире сайте для взрослых Pornhub. В рекламных сообщениях есть фразы по типу «горячие чашечки кофе в твоем городе» или «хочешь встретиться? Начнем с кофе». Акция, по словам ее авторов, имеет социальную подоплеку. Она призвана побудить людей отвлечься от просмотра порно и сфокусироваться на уже существующих отношениях в реальном мире или поиске новых. А кофе бренда может помочь сделать первые шаги на пути к этой цели. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию. Почти в каждом нашем видео мы рекомендуем навести порядок в финансах. Но все начинается из общего порядка. Поэтому сегодня мы рекомендуем навести порядок в окружающем вас пространстве по методу Мари Кондо. Основные принципы. Выкиньте все ненужное с каждой комнаты, разместив остальное так, чтобы пользоваться было максимально удобно. Храните вещи, чтобы любой предмет было легко вернуть на место после его использования. Все, что есть в вашем доме, должно приносить радость. Если вы хотите подробную инструкцию по методу Мари Кондо, просто напишите нам в комментариях, и мы выпустим отдельный ролик на эту тему. А на сегодня это все новости. Напишите нам в комментариях ваши впечатления о выпуске и о новостях. А еще напишите самый необычный способ, благодаря которому вы смогли заработать. Поставьте хэштег «ВЗО конкурс», лучший комментарий мы выберем и наградим. На этой неделе мы вручаем наш неподражаемый кубок «Гроза комментаторов» и сертификат «Вазон» на 2000 рублей. Пусть на этой неделе у вас все сложится. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok